Всем привет! Сегодня приготовим очень необычный торт под названием муку с пчелы. Коржи для этого торта готовятся из дрожжевого теста. Итак, в чаши миксера смешиваем теплое молоко, мед и дрожжи. Оставляем минут на 5-10 для того, чтобы дрожжи начали работать. Теперь добавляем сюда яйца, соль и просеиваем муку. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, чем в рецепте, поэтому сразу всю не добавляем, оставляем грамм 50 и затем уже всыпаем по необходимости. Вымешиваем тесто на низкой скорости насадкой крюк или вручную. Когда все ингредиенты объединились, добавляем размягченное сливочное масло. Если тесто получилось жидким, то можно добавить немного муки. Тесто при этом должно оставаться мягким. Перекладываем его в чашу, смазанную растительным маслом без запаха и сверху укрываем пищевой пленкой. Ставим в теплое место, подниматься примерно в 2-2,5 раза. В качестве прослойки у нас будет крем-дипломат. Смешиваем яичные желтки, ванильную пасту или ванильный сахар, сахар и кукурузный крахмал. Добавляем немного молока для того, чтобы смесь было проще вымешать. Остальную часть молока доводим до кипения и тонкой струйкой вливаем в яичную смесь. Переливаем массу обратно в сотейник и на медленном огне доводим до кипения. Как только начали появляться первые пузыри, сразу же снимаем с огня и активно перемешиваем, чтобы не было комочков. В слегка остывший крем добавляем кусочек сливочного масла и хорошо перемешиваем, чтобы масло полностью растворилось. Список всех ингредиентов будет в описании под видео. Заварную основу накрываем пищевой пленкой в контакт и ставим в холодильник полностью остывать. Далее приготовим верхний орехово-карамельный хрустящий слой. В сотейнике смешиваем сахар, мед и сливочное масло. Ставим на небольшой огонь и ждем, пока масло и сахар полностью растворятся. Доводим смесь до кипения и продолжаем кипятить, пока не появится вот такой карамельный цвет. Снимаем с огня и добавляем миндальные лепестки. Аккуратно перемешиваем и даем массе остыть. Друзья, напоминаю, что в магазине Орех Клуб только до 7 июля включительно действует акция на все товары и ингредиенты, в том числе и на миндальные лепестки. Скидка по моему промокоду будет целых 12%. Все ссылки и подробности акции будут в описании под видео. Подошедшее тесто обминаем и раскатываем по диаметру формы. Я брала форму диаметром 20 см и торт получился очень высокий, больше 12 см. Можно сделать его, как у меня, высокий, либо взять форму большего диаметра. Если взять форму диаметром 28 см, то получится 2 коржа. Форму смазываем сливочным маслом и кладем в нее тесто. Хорошо распределяем по форме, накрываем сверху пищевой пленкой и оставляем тесто подходить примерно 45 минут в теплом месте. Теперь убираем пленку и сверху аккуратно распределяем орехи в карамели. Если они очень сильно застыли, то можно чуть-чуть подогреть. Выпекаем тесто в духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухая. Заготовке даем немного остыть, а затем аккуратно извлекаем из формы. Далее перекладываем заготовку на решетку и даем полностью остыть. Затем разрезаем на 4 коржа. Для крема взбиваем жирные и холодные сливки до плотных пиков. Заварную основу слегка взбиваем и затем постепенно добавляем взбитые сливки. Сливки вмешиваем аккуратно на самой низкой скорости. Затем разрезаем на 4 коржа. Домешиваем крем силиконовой лопаткой. Теперь собираем торт, чередуем коржи и крем. Готовый торт можно есть сразу, а можно дать крему немного стабилизироваться в холодильнике. Примерно минут 30-40. Вот такой получается необычный торт с хрустящей карамельно-ореховой корочкой и нежным кремом, похожим на мороженое. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok